Учиться не скучно. И в этом мы убедились в подростковом клубе, где каждый чувствует себя комфортно и проводит время с удовольствием. Мы находимся в подростковом клубе «Территория знаний». Он находится в снеговой паде. Идея эта возникла 5 лет тому назад. Но идея была не сам клуб организовать, а идея была обучать детей в совсем другом формате. И начинала я обучать детей физике дома у себя в квартире, в комнате. Со временем родители стали просить меня для их детей найти других преподавателей, чтобы тоже они были такие идейные, любили свою работу, обожали детей и простым языком объясняли предмет. И самое главное – мотивировали детей, чтобы детям было интересно, чтобы они бежали на занятия. Поэтому мы открыли новые направления. У нас занятия проходят и онлайн, и оффлайн. Это очень удобно, потому что сейчас тот самый период, когда начали болеть дети. И не все могут прийти на занятия. Поэтому они могут подключиться, и это занятие для них будет онлайн. Но бывает так, что у ребенка температура, и он онлайн не может заниматься. Тогда мы записываем урок, и он его просматривает в записи. Высылает нам все готовые домашние работы, мы их проверяем. На занятиях информация никогда не дается в готовом виде. Я не зачитываю лекции. В начале занятия ставлю какую-то проблему, и ребята должны в течение занятия ее решить. Задача на занятии – показать детям, что физика – это не абстрактная наука. Она везде. Что бы мы ни делали, куда бы ни посмотрели, все можно объяснить. Ребята, смотрите, сколько у вас миллилитров спирта? Какой объем? 50 миллилитров. Какой объем у вас воды? 50 миллилитров. А если мы смешаем, общий объем какой будет этой жидкости? 100. Ну, давайте проверим на практике. Меньше 100. Меньше 100. Как так вышло? Куда делась жидкость? Это явление называется диффузия. У нас есть курс харизма и также игра мафии. Дети ее просто обожают. Также у нас есть лего-вечеринки, технические мастер-классы и настольные игры. Ребята приходят по выходным и в таком формате они общаются, пьют чай, знакомятся друг с другом. Им так нравится проводить время. Центр «Мой бизнес» и Министерство экономического развития Приморского края оказывают всестороннее содействие молодым предприятиям. Сегодня вы узнали про индивидуального предпринимателя ЧУП Юлию Владимировну, которая в качестве меры поддержки в Центре «Мой бизнес» получила возможность рассказать о своем деле. Обращайтесь в Центр «Мой бизнес» и пусть Приморский край узнает о вашем проекте. Редактор субтитров А.Семкин